Бар на тротуаре, дом на теплотрассе. Городские власти намерены бороться с нарушителями градостроительных норм вплоть до сноса зданий. Трава вместо снега. В преддверии малоснежной зимы инспектор Росельхознадзора призывает бороться за урожай. Ляпом шутку не испортишь. Международный день КВН в Благовещенске отметили фестивалем юмора. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости информационной программы «Город». В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. Из окна четвертого этажа жилого дома по адресу Кантемирова 20 выпал 78-летний благовещенец и разбился насмерть. Скорую для пожилого горожанина вызвали очевидцы, но помощь медиков не понадобилась. По факту происшествия начал проверку Амурский следственный комитет. В свою очередь соседи уверены, что это самоубийство. Рассказали, пенсионер болел, страдал провалами в памяти и не раз говорил о нежелании жить. И к другим темам. Казна Благовещенска пополнилась на 1 миллион 200 тысяч рублей благодаря горожанам, которые возводят дома, не соблюдая градостроительные нормы. Это касается и простых граждан, и фирм. Самовольных построек в областном центре выявлено уже около сотни, но их число продолжает расти. Полный отчет о ситуации мэру представили сегодня на планерном совещании. Послушала доклад и сделала выводы Кристина Добровольская. За моей спиной на вид самая обычная частная гостиница. Однако договор аренды на земельный участок владельцам в городской администрации не продлевают. И неспроста. Все документы оформлены на эксплуатацию здесь автостоянки. На строительство отеля на муниципальной земле в районе Калининского переезда власти разрешения не давали. Таких вот самовольно возведенных объектов в городе 96. По документам частный дом, по факту гостиница или склад. Пивная точка разрастается и занимает часть тротуара. А это здание стоит на красной линии, в месте, где проходит теплотрасса. На таких вот самовольных застройщиков уже заведено 115 административных материалов. А в ходе недавних проверок выявили еще 70 объектов, статус которых нужно подтвердить. Мы должны подтвердить, что правонарушения длящиеся во времени. То есть мы снимаем, допустим, сегодня приехали, сняли картину одну, через неделю приехали другую. То есть видим, что все строительство объекта ведется. И мы после этого только готовим пакет документов и направляем инспекцию госстроенадзора. Как выяснилось, 60 из 70 объектов, возведенных с нарушением градостроительных норм, принадлежат вовсе не предпринимателям и не фирмам, а простым горожанам, которые решили обзавестись собственным домом. Но не учли все нюансы. Мы встречаемся с типичными нарушениями, и часть из них по незнанию. А часть – злостные нарушения, которые изначально понимают, что нарушают закон, но все равно идут на нарушение закона. Здесь, я думаю, что наша позиция должна быть однозначна, что все-таки закон надо уважать и привести все в соответствие. Для физлиц штраф за нарушение норм градостроительства составляет 5000 рублей. Для юрлиц – до миллиона. Но платить его придется не раз и не два, а до тех пор, пока все нюансы не будут соблюдены, вплоть до сноса здания. Поэтому специалисты администрации настаивают – перед любым строительством обязательно нужно обратиться в Управление архитектуры города Благовещенска. Амурчан просят принять активное участие в обсуждении бюджета на следующий год и предлагают изучить его адаптированный интерактивный вариант. Проект финансового документа разместили на сайте регионального профильного министерства и снабдили наглядными диаграммами, таблицами и пояснительными комментариями. Портал структурировали по блокам – социальный, дорожный, посвященный доходам и расходам и т.д. Для удобства восприятия документ дополнили инфографикой и таблицами. Есть отдельные слайды, которые поясняют ход публичных слушаний, отчетность по бюджетному процессу, роль финансовых органов. Приводятся ссылки на нормативные акты. Все для того, чтобы повысить финансовую грамотность населения и привлечь амурчан к формированию областной казны. Тем временем в столице начались парламентские слушания по основным параметрам федерального бюджета. В них примет участие и глава Прямурия Александр Козлов. В слушаниях, которые пройдут под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, примут участие депутаты Госдумы, специалисты Министерства финансов и представители экспертного сообщества. Они рассмотрят основные параметры проекта федерального бюджета на следующий год, а также планы на 2018-2019 годы. О результатах совещания станет известно завтра. В мэрии ждут свежих идей для новогоднего городка. В этом году три фигуры на главной площади возведут по эскизам простых благовещенцев. Полет фантазии ничем не ограничивают, лишь предлагают творить на экологическую тему. Эскизы принимают в формате А4 по двум адресам электронной почты до 25 ноября. Три лучших задумки воплотят в жизнь. Участвовать в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста и места проживания. На площади Ленина этой зимой построят в общей сложности 30 снежных фигур. Скульпторы приступят к работе в первых числах декабря. А к концу недели синоптики обещают обильный снегопад. Столицу Преамурья накроет циклон. В Благовещенске ожидают слабую метель, мокрый снег и, как следствие, гололед. Восточный ветер в порывах будет достигать 17 метров в секунду. Спасатели просят горожан соблюдать осторожность. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 518-112. Несмотря на грядущие осадки, синоптики обещают повторение малоснежной зимы. Садоводы уже бьют тревогу. Этим летом они и так остались без урожая многих ягод из-за их перемерзания. Инспектор Россельхознадзора Павел Жирнов советует незамедлительно заняться профилактикой. Он подсказал самый бюджетный вариант спасения клубники, малины и тюльпанов. Если еще в месяц земля будет без снегового покрова, опять останемся без земляники, малины и других теплолюбивых культур. Вот Марины карени, пионы. Их тоже, у очень многих они замерзли прошлую зиму, потому что вообще их не закрывали, понадеялись. На обычную зиму они замерзли. Тюльпаны, опять же, луковицы тюльпанов. Их садят в октябре, чтобы весной получить прекрасные цветы. Но вот их тоже нужно укрыть на зиму хорошенько. Поэтому, если нет укровного материала собственного, берем обычный серп. Один из главных символов советской власти. И идем заготавливать укровной материал на ближайший пустырь. Ну вот, подходящая трава для срезки. В общем, в траве делаем пилинг. Вид травы значения не имеет, важно, чтобы она была без семян. Чтобы новые сорняки не попали на ваш участок. Траву укрывать следует в случае отсутствия таких материалов. Ну, не каждый может набрать одеял, ковров и шуб старых на укрытие целой плантации земляни. А трава, она позволяет, во-первых, надежно укрыть культуры. Во-вторых, она может быть направлена после этого на органическое удобрение. Нарезали траву и слоем, ну, не меньше 15 сантиметров нужно укрыть все теплолюбивые культуры. И сверху обязательно прижать каким-нибудь тяжелым материалом. Даже если снег пройдет, ну, это будет дополнительная защита. А если снег не пойдет, тут как бы игра в русскую рулетку получается. Поэтому лучше подстраховаться и сделать все правильно. Раскрывать нужно будет где-то в конце апреля, начале мая. Раньше не стоит, потому что будет иссушение закрытой культуры. То есть еще на оброс не может идти, так как холодно. А ветра уже дуют, почва сухая. И, опять же, это отрицательно скажется на урожайности. Сегодня в Париже в Российском центре науки и культуры открылась выставка Александра и Елены Тихомировых под названием «Русь». Ее супруги посвятили сразу трем датам. 160-летию Благовещенска, 60-летнему юбилею Александра Тихомирова и 30-летию совместной жизни. Амурский художник представил французам 23 работы в технике оконопись, которую, как известно, создал сам мастер. А его супруга Елена привезла в Париж 13 фотографий с религиозными сюжетами. Оценить экспозицию жителей и гостей столицы Франции смогут до 11 ноября. Здание Благовещенского железнодорожного вокзала превратилось в картинную галерею. Там открылась выставка «Большая маленькая жизнь». Экспозиция – плод совместного вдохновения начальника вокзала Амурского Минкультуры и Союза художников России. Насчитывает порядка 40 работ художников и фотографов. Причем не только местных. С различных уголков страны, ближнего, дальнего зарубежья. Тут и Канада, и Франция, и Малайзия, и Япония. Ну, китайцев мы специально повесили, потому что сейчас очень большой интерес идет с китайской стороны. И когда они приезжают сюда, они заходят, и когда видят, ну, скажем, своих соотечественников, это же приятно. Пробную экспозицию не делали тематической. На ней фото трогательного взгляда врача соседствуют с диптихом «Яблоки на снегу». Последние, кстати, очень хотят приобрести китайские ценители искусства. Организаторы отметили, экспозицию будут постоянно обновлять. В планах отдельные инсталляции и даже скульптуры. А в четверг свое творчество благовещенцам продемонстрируют люди с ограниченными возможностями. В АУДНТ откроется выставка в рамках фестиваля «Мне через сердце виден мир». Творческие успехи на ней продемонстрируют инвалиды со всего Преамурия. В общем, 118 человек. Возрастной контингент участников тоже широкий – от 7 до 81 года. Работы представят в самых разных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А еще в рамках выставки запустят новый проект АУДНТ «Планета творчества». Это бесплатные мастер-классы по гончарному делу и картинам из песка. Они не были на Дальнем Востоке целых три года, а перед приездом поинтересовались у поклонников, что те хотели бы услышать. В Благовещенске выступил знаменитый хор турецкого – классику, эстраду, песни из кинофильмов и даже группы кино. В их исполнении послушал наш оператор. Мы приветствуем жителей Абузской области. Мы счастливы приехать к вам в гости. У нас юбилей. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня Международный день КВН. Праздник был учрежден в 2001 году по инициативе Александра Маслякова в честь сороколетия клуба. 55-ю годовщину КВН в Благовещенске решили отметить фестивалем, на участие в котором заявилось больше 20 команд. Их шутки послушала Анжелика Павлова. По нам сразу видно, что мы как две палочки Твикс. Да, но только в одном из нас ноги кормили шоколадой чуточку больше. Да перестань. Кстати, по гороскопу мы два тельца. Ха, нифига в тебе сальца. Чудеса генетики и чувства юмора. Этих двух составляющих Андрею и Илье Корнеевым вполне хватило для создания команды с незамысловатым названием «Близнецы». Парни единственные в Преамурье шутят дуэтом. По примеру, команды из высшей лиги «Далс». Только вот в шутках им «Близнецы» не подражают. У них свой юмор. Бьем на себя и обманываем людей. Обычную ситуацию вспихиваем «Близнецов». Я скажу более грамотно. Переводим обычную ситуацию через призму «Близнецов». Молодец. Узнаваемый юмор и у команд «Двоку». Их на сцене выступило целых три. Машка, ну чё, кто там? Мальчик. Да, я знал, что будет мальчик. Будет у меня в военных ползунках ходить. А потом в военное училище. Выпустить СПН на самую кровополитную войну. А потом будет героем Российской Федерации. Саша, он обратно собрался. Не забыли пошутить веселые и находчивые и ногородские темы. Например, про то, как люди будут передвигаться по канатной дороге из Благовещенского в Хэй-Хэ. И про населенные пункты. Настя, ну твои шутки. Ну ни к селу, ни к городу. Это Чигири у нас ни к селу, ни к городу. Самыми опытными на фестивале оказались ребята из команды «Пипл». Они выступают шесть лет к ряду. И курируют команду 16-й школы «СМС». Пишут для них шутки. Но сами на сцене нет, нет, да, ошибутся. Несмотря на опыт. Был случай недавно. Да. Поехали в Хабаровск. Вот у нас подающий Сергей. Подавал миниатюру. И вместо Мартин Скорсезе сказал «Мастис Скорсетом» что-то такое. И народ, что там такое. Паника такая небольшая была. Ну и ничего. Вроде народ все понял после того, как мы начали крестного оса показывать. В этот раз обошлось без ляпов. По крайней мере, зрители их не заметили. Анжелика Павлова, Михаил Величкин. Программа «Город». Любители зимнего плавания одолели Бурейскую милю. Так назывались соревнования, которые прошли в День народного единства на Бурейском водохранилище. Побороться за призы решили 75 человек. Это не только амурчане, но и гости из других регионов ДФО, а также китайцы. Соревновались спортсмены в шести дисциплинах. Как в личном, так и в командном зачете. В эстафете, к примеру, сильнейшими оказались пловцы из ДВОКУ. Им удалось опередить даже непобедимых аквайсов, которые стали вторыми. Третье место взяла команда из ЗЕИ. А одна медаль, но уже в личном зачете на 500 метров, отправилась в Китай. Ее увез с собой пловец Люцзян. В своей группе он стал третьим. Три золотых медали с всероссийских соревнований привезли 11-летний Артем Желудков и Юлия Луговцова. Чемпионы Преамурья по спортивно-бальным танцам стали лучшими в своей возрастной категории на Кубке Динамо в столице. С танцорами встретилась Александра Полева. Правый поворот, наружный спин, ланч. Этот тройной элемент классического танго Артему и Юлий без опинки не дался ни разу. За все три года их совместных тренировок. Даже в преддверии Кубка Динамо, когда репетировали по 10 часов в неделю. Однако усилия не прошли даром. На выступлении в Москве все получилось. На головокружении от успеха времени не было. Кроме танго, танцорам нужно было показать зажигательный джайв, венский вальс, страстную румбу. В общем, 16 танцев. И сбиться здесь ошибкой, кстати, не считалось. Главное – быстро подстроиться. В этом и суть партнерства бальников. Хотя для 11-летних танцоров каждый промах – почти провал. И как следствие – ссора. Часто это бывает из-за того, что у одного что-то не получилось, а тот говорит, что у тебя не получилось. Ну, потом, если хорошо танец получился, мы можем там помириться. Такое, в принципе, бывает часто. Я думаю, может быть и возможно прям идеально все станцевать. Но это прям, наверное, безумно тяжело. На гастроли Артем и Юля ездят три года. Танцевали в Москве и Сочи. Но прошедший турнир – один из самых престижных состязаний в их жизни. В красоте и грации амурчане обошли 130 пар со всей России. Тренер в воспитанниках не сомневался. В Москве переживал только по одному поводу. Честно скажу, что детей не переживал. Переживал за их эмоциональное и физическое состояние, потому что перепад шестичасовой. Он дает о себе знать. Поэтому всегда пытаемся приехать чуть пораньше. Потому что, допустим, по Москве бывали соревнования, начинались в 17.00. Потому что по-нашему это в 11.00. Начинались, только заканчивались. Грубо говоря, по-нашему в 3-4 ночи. Такой турнир проходит раз в год и имеет огромное значение для танцоров. Помимо кубков и медалей, победителям начисляют баллы. Они необходимы для получения следующего класса танцевального мастерства. А еще на них присваивают спортивные разряды. Хотя наши танцоры свой первый юношеский получили еще до отъезда в столицу. Александр Полева, Михаил Величкин. Программа «Город». На этом выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю. Новости всегда в открытом доступе на tv-город.рф. Связаться с новостной редакцией можно по номеру 524202. Приятного вечера. Смотрите нас снова. Субтитры подогнал «Симон»!